Приветствую вас, а что бы вы сделали бы просто ради него, вот просто ради него, абсолютно без каких-либо ожиданий, без каких-либо претензий к нему, к нему, желаний по отношению к нему-нему и так далее. Вот что бы вы сделали, что бы вы могли сделать для него? Ну, такого, вот, что бы вы могли сделать? Есть ли вообще что-то такое, что бы вы могли бы сделать для него? Просто так. То есть, что бы вам ничего это не стоило, к примеру. Если есть, сделайте это и будет самым лучшим решением. То есть, у вас есть к человеку чувства, почему бы эти чувства не проявить? Ну, действительно, почему бы эти чувства не проявить? В этом нет ничего плохого, абсолютно. Но, как вы понимаете, я совершенно верно, что делать это нужно грамотно. Вот. То есть, нужно грамотно проявлять свои чувства к нему, вот. А для этого, для того, чтобы грамотно проявлять чувства, нужно не подать зависимость. Чтобы не подать зависимость, не нужно чего-то ждать от человека. Вот. То есть, чтобы не подать зависимость, нужно действовать исключительно так, так, чтобы вы не чувствовали себя какой-то, значит, ну, как сказать, обделённый, что ли, да, вот, такой момент. То есть, очень важно, чтобы вы не чувствовали себя именно так, обделённый. Если вы себя так чувствуете, то, значит, вы поступаете неправильно. И в этом смысле, в этом смысле, вы можете побороться за него, в этом смысле слова. То есть, в этом смысле вы можете, ну, вы можете действительно что-то сделать. Особенно, если вы знаете, что он, к примеру, будет счастливее от этого, ну, более счастлив будет от этого, скажем так. Вот. Почему бы и нет тогда, в таком случае. Вот и всё. Я думаю, что на ваш вопрос можно ответить именно таким образом. Вот. То есть, рассуждаете вы, здраво мне, в принципе, импонирует то, как вы рассуждаете. Вот. И я считаю, что у вас есть все шансы, ну, проявить себя с мужчиной, вот, максимально позитивно, чтобы он увидел, какая вы. Вот. Вот так. То есть, ещё раз. То, что вы готовы для него сделать просто, просто так, вот, если вы готовы для него сделать просто так что-то, вот, то сделайте это без всяких проблем. То есть, в этом не должно быть никаких препятствий для вас. Если есть, если есть что-то такое, да. Если нет, то, соответственно, не стоит. Вот. Вот. Сядьте и подумайте, как следует. Что бы я могла для него сделать. он мне нравится, но он другой, как бы он другой, у него там отношения. Вот что бы я могла сделать такого для него сейчас, что не вызвало бы у меня обратная реакция. То есть, ну что бы я не вызвала обиды, обиды, да, там, каких-то ожиданий и прочего. Вот что бы я могла сделать. Вот если вы такое для себя найдете, если у вас будут такие моменты, то вперед. Вы абсолютно можете спокойно это делать, потому что это не запрещено. Тут быть в чем только что люди, они, находясь в вашей ситуации, да, люди начинают делать что-то через силу. Они начинают рвать жилы. Они начинают жертвовать собой. Они начинают строить себе иллюзии, замки и так далее. И это все оканчивается печально, поэтому вот бытует такое мнение, что нельзя, там, если человек в отношениях, да, то к нему нельзя там ничего проявлять. Нет, можно, можно. Ну ладно, вам нравится, можно проявлять и на здоровье. Я не вижу, я не вижу в этом проблем, как бы. Вот, если там у него с девушкой все в порядке, да, то как бы он будет с ней и вы никак его не отобьете у нее, да, в принципе. Если у него с девушкой нет, он может повернется к вам, может быть и нет. Может быть и нет. Представляете, да, никакой определенности здесь нет и быть не можно в принципе. Именно поэтому, именно поэтому речь идет о том, что, значит, ну, чтобы вы не делали того, что привело бы к каким-то вот нежелательным последствиям именно для вас. Чтобы вы себя не обеценивали, чтобы вы о себе не забывали. Вот так. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи вам. КОНЕЦ КОНЕЦ